Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас видео вопрос-ответ. Я в своем инстаграме, или здесь, или здесь он будет, я сделала пост, где вы могли задавать свои вопросы, просила вас задавать какие-то новые вопросы, интересные, вот, ну, очень много вопросов пришло ко мне разных, давайте я отвечу на них, знаете, обратную связь всегда полезно давать своему зрителю, ну, и мне интересно, что же вас интересует в последнее время. Диавалина смеется, где муж, где муж? А если серьезно, летом пойдем гулять, обязательно пойдем, мы с тобой обязательно встретимся, я только за, я тебе уже предлагала, но сейчас, правда, коронавирус, сейчас вообще все встречи отменяются, и я тоже так вот стараюсь. В общем, об этом у меня отдельное видео, о коронавирусе есть на канале, вот, но мы с тобой обязательно пойдем гулять, и обязательно снимем видео вместе. Таня также с Италии задает вопрос, почему решила открыть школу блогеров, и можешь поподробнее рассказать об этом, как возникла идея. Идея возникла только от того, что очень много людей ко мне обращаются, как начинающие блогеры, просто пишут, подскажи, Селена, или, Селена, отдаешь ли ты рекламу для блогеров начинающих? Прежде чем я, как бы, говорю, да, я даю, но я не всех рекламирую, то есть канал должен быть оформлен, канал должен быть интересным. Вот если мне человек дает ссылку, я смотрю, что этот канал может быть интересен моему зрителю, он красиво оформлен, там хорошая информация, интересный персонаж, да, который рассказывает качественно все, то, конечно же, я возьму на рекламу такой контент, такой канал, да, но если этот канал никак не соответствует нормам каким-то, да, моим, по моему мнению, то я такой канал просто даже не возьму, потому что я знаю, что человек заплатит деньги, немаленькие деньги у меня на канале, да, прорекламироваться, хотя для блогеров все равно дешевле, чем для рекламодателей, и тем не менее, никто не придет, будет очень обидно, и я как бы не хочу человека расстраивать и деньги брать, хотя я знаю, почему там не пришли, например, люди, да, и поэтому я решила сделать вообще, ну, и вообще мне приятно, я когда общаюсь с девочками, да, даю какие-то советы, штудирую там их канал, да, делаю какие-то подсказки, люди начинают что-то менять, кто серьезно, да, этим занимается, и они всегда говорят спасибо, там, вот, и вдохновляешь, и прям дельные советы даешь, и я думаю, почему бы не сделать прям мне курс такой онлайн, да, где прям вот все расскажу, что человек должен знать, он сначала должен все это дело попробовать, а потом уже дальше начинать там и рекламу, хотя я в своем курсе и о рекламе рассказываю, когда, в какой момент, как ее лучше делать, в общем, как это, спрос, спрос, то, что все время спрашивают, хотят, и, кстати, когда я один раз заикнулась о своей школе, что будет школа, уже прям неоднократно начали мне говорить, а когда, когда, сколько будет стоить, вот все, всем это интересно, я уже заканчиваю, практически все отсняла, осталось мне все это дело смонтировать, выложить все это на специальный сайт, посмотреть объем работы, все дела, поставить цену, конечно, загибать цены я не буду, для меня важно, чтобы это было все доступно, вот, и тогда увидите, узнаете, и, кстати, на базе этого я планирую, чтобы реклама была дешевле у меня, то есть кто прошел курс, реклама на моем канале будет дешевле таким блогерам, так что возможности будут. Вопросы про мужа, они не отстают, они также меня преследуют, но на некоторые из них я, конечно же, могу ответить, например, как вы на расстоянии так долго с мужем, ну, типа, как же половая жизнь и все такое, слишком интимный вопрос, но все же интересно просто. Девочки, у каждого разный темперамент, и кому-то нужно каждый день, а кому-то достаточно так, как получается. У меня нет бешенства матки, я абсолютно спокойно к этому отношусь, у меня все в голове, и вообще, знаете, разные есть возможности, очень много, короче, в этом смысле, поэтому каждый думает сейчас в меру своей фантазии, как бы, как хотите, но у меня с этим проблем нету, и у мужа моего тоже. То есть у нас какие-то сумасшедшие препятствия, там, и прямо мы болеем от этого, с ума сходим, то есть у нас у каждого есть чем заниматься, у нас есть определенные цели, мы к ним идем, и интимная жизнь, это вообще вопрос, там, 30-й, если честно, на сегодняшний день. Вопрос от Настюшка. Здравствуйте, на вашем основном канале 273 тысячи подписчиков, а просмотров видео в основном 40-50. Это хорошие просмотры, да? Почему при столько подписчиков так мало актива просмотров? Вы накручиваете подписчиков? На самом деле, если вы посмотрите других блогеров и сравните, то у меня еще очень даже хорошие просмотры для моего количества подписчиков, потому что, когда я, например, ищу себе кого-то блогера для коллабораций, чтобы снять совместное видео, помочь друг другу раскрутиться, то с таким количеством подписчиков намного меньше просмотров. Вот, и я считаю, что вообще, если 10% твоей аудитории стабильно смотрят тебя, и стабильные просмотры, то есть, например, если у вас миллион подписчиков, да, то стабильно 100 тысяч, там, даже не стабильно, ну, минимально, минимально стабильно, да, 100 тысяч просмотров на каждом твоем ролике. Я считаю, что это, в принципе, ну, норма, такой минимум порог. Если меньше 10%, то уже надо что-то делать с каналом, то, значит, твоему зрителю неинтересно тебя смотреть. А если 20%, 30%, 50% смотрят, это вообще круто. Если тебя смотрят больше, чем у тебя подписчиков, это значит, что ты растешь, и канал твой быстро растет. Это значит, что ты интересен, тебе показывают в рекомендованных, в трендах, там, и так далее. И твой канал быстро растет благодаря этому. Вообще, как бы, ну, это нормально. 10% от количества подписчиков. Это не значит, что накручивается. Это значит, что, во-первых, какой-то мертвяк, может быть. Ну, в плане каналы, которые когда-то подписались, и все. Не заходит человек и не смотрит, да. Это же не значит, что каждый, кто подписался, прям 100% смотрит. Потом какой-то процент смотрит определенные видео, а какие-то не смотрит, да. Ну, в общем, разные такие факторы бывают. Хоть и YouTube делает зачистку периодически, именно такие мертвые аккаунты, которые там давно не заходили, не просматривали. Тем не менее, это не значит, что 100% смотрят твои видео, там, твои зрители. Почему ты не ездишь в Санкт-Петербург? Этот город тебе не нравится? Я была там один раз, мне очень там нравится. И еще очень много городов, где бы я хотела побывать. Аля пишет, мне одно ничего не слышно в сторис, только у Селены. А остальных громко слышно. Раньше и на YouTube так было. Приходилось сильно прибавлять. Сейчас все хорошо. Да, в сторис, девочки, мне часто пишут, что меня слышно тише, чем других. Я не знаю, с чем это связано. Я уже там все по максимуму накрутила, что можно накрутить по громкости. Но вот так вот. Я не знаю. Наверное, это зависит от телефона. Вот в моем телефоне вот так. Как тебе тема с Little Big на Евровидении? Мне, кстати, нравится эта группа. У них веселые, заводные песни. Я их, конечно, перевод не слушала. Но чисто вот так вот мне нравятся. Они интересные. Юля задает вопрос. На квартиру и ремонт, на питание и одежду ты сама зарабатываешь? Или муж значительно помогает финансово? Не сочти за грубость. Просто интересно, реально ли блогерством зарабатывать так, чтобы на все хватало. Вообще, блогерством реально зарабатывать очень хорошо. Если канал успешный, да, и вы работаете, пашите, не покладая рук. Но я не все сама зарабатываю. Мне помогает мой муж. Моих финансов, так как я уже и там, и сям, и это надо, и то, естественно, знаете, аппетиты растут. Зарплата растет, и аппетиты растут. Они, конечно, уже у меня такие большие, что не помещаются. Плюс мы открываем то один бизнес, там, то другой бизнес, да, вкладываем деньги в то или в иное. И поэтому все равно ни на что не хватает. Я пока что не умею жить посредством, все равно живу непосредством. Виктория задает вопрос. Слушаешь больше голос сердца или разума? Вы знаете, для меня, мне кажется, что я лучше баланс, чтобы был. Я и сердце слушаю, как больше не сердце, а сказать интуиция, да. И, естественно, здравый смысл превыше всего. Вот. И если все оно совпадает, тогда я делаю. А если что-то не совпадает, то я еще думаю. Вот так. Гармония должна быть между сердцем и разумом. Как решилась на ипотеку? Много ли уходит финансов на ремонт? Мама помогает? Девочки, маме пока что помогаю я. Мама помогает, ну, финансово, если, да, то финансово помогаю я больше маме. А что касается по квартире, с ребенком, то мама, конечно же, очень хорошо помогает мне. Вообще прям незаменимый человек она мне. Как решилась на ипотеку? Честно говоря, после прохождения марафона Елены Блиновской. Вот после того, как я прошла этот марафон, сразу в течение нескольких недель я оформила эту ипотеку. Не знаю, что-то она перевернула в моем сознании. Это было желание вообще номер один купить квартиру. И я просто это сделала. Ну вот, после марафона. Решилась. Не решилась, а просто, ну, как бы так надо было. И все, вариантов не было. Чего ты с нетерпением ждешь в будущем? Ну, честно говоря, не могу сказать, что с каким-то нетерпением. У меня все стабильно и спокойно внутри. Но чего я жду, как бы, да, и не так, чтобы вот так прям сижу, такая жду, такая жду прямо на нервах. Вот с нетерпением ждешь, это значит вот так вот просто. Ну, как бы, я не считаю нужным испытывать такие эмоции по каким-то ожиданиям, да. То есть, но красной нитью я ожидаю, когда закончится ремонт. И я ожидаю того, когда уже я буду беременна вторым, и когда мы с мужем будем жить вместе. Вот так красной нитью у меня это все дело идет. Если бы предложили тебе переехать в другой город, кроме Москвы, переехала бы и в какой? Девочки, я бы попробовала бы в какой город? В Питере бы можно было бы пожить. Хотя там погода, наверное, скорее всего, не очень-то моя. В Краснодар можно было бы или в Сочи поехать. Когда будете потолки делать в квартире? Потолки буду делать после того, как мы сделаем проводку, электрику. То есть, я хочу начать с комнаты, со спальни. Вот она за спиной у меня здесь. И первым делом мы сделаем электрику. Сейчас, кстати, с этим коронавирусом я не знаю, как приглашать людей к себе домой. Я же не буду на пороге дезинфицировать всех. Посмотрим, как с этим делом все будет. Но вообще, хотелось бы сделать там электрику и начать уже там сделать потолки. А еще и электрику сделать в туалете и в ванне. И там тоже можно сделать потолки. Здесь электрика очень много. В общем, надо пригласить человека с пылесосом, чтобы он все это дело посчитал. Возможно, мы сразу сможем все сделать, а может быть, на части разделим. Но в ближайшее время. Когда Дэнни вырастет и будет встречаться с девушками, будете вмешиваться в его личную жизнь и контролировать все. Если вдруг вам не будет нравиться девушка, которую он выбрал, например. Я думаю, что я буду вмешиваться только в одном случае. Если я буду видеть, что эта девушка влияет на моего сына так, что он становится несчастным, агрессивным. Начинает не расти, а падать. Если я буду вмешиваться, то я постараюсь это делать очень умно и хитро. Я постараюсь подружиться с этой девочкой. Несмотря на то, что общий язык вообще, я считаю, что это задача, наоборот, невестки находить с мамой. А мама может быть какой угодно вообще. А вот невестка должна хитрить и находить общий язык. Но так как я буду мудрая, то я постараюсь сама найти общий язык со своей невесткой, подружиться с ней, понравиться. И хитростью как бы влиять на все это дело. То есть не так, что там нет. Я понимаю, что это любовь, и бывают отношения такие, знаете, больные, и может тебя кто-то не услышит и так далее. Поэтому хитростью, когда ты со всеми дружишь, я умею влиять на людей, вдохновлять их, да. И много чего могу делать с людьми. Поэтому я буду дружить и буду влиять. Но очень аккуратно. И, соответственно, я понимаю, что и женщина, та, которая несет, например, с собой какой-то, может быть, негатив, да, и начинает что-то не расти, начинает что-то падать, и ухудшается настроение у обоих, да, и какие-то отношения, да. Я понимаю, что и у этой женщины вполне себе будут какие-то проблемы с счастьем, реализацией, да, вот с внутренней гармонией какой-то. Ну и тоже можно помочь ей как-то решить какие-то вопросы. Но это все можно решить только в каком-то дружбе, понимании, с желанием лучшего. То есть я бы с этой стороны пошла, да. Я бы начала дружить и влиять в лучшую сторону, чтобы с человеком все было хорошо, да, и чтобы он, естественно, все хорошее давал моему сыну. Ну и то же самое со стороны сына. То есть люди, да, люди мы все не идеальны, у каждого могут быть свои какие-то тараканы, приколы, да. Поэтому вот так с этой стороны собираюсь подходить. Я не буду какой-то высокомерной женщиной, которая должна находить все подходы и лезть вообще, знаете, вот так вот. Без разбору, в наглую. Нет, я этого делать не буду. А то мой сын возненавидит меня тогда и перестанет со мной общаться. Зачем мне это надо? Помогает ли муж тебе деньгами и дарит ли подарки сыну? Девочки, муж, естественно, помогает мне деньгами. И тут у нас даже нет такого там подарки сыну или еще что-то. Они общаются каждый день. У нас, да, мы живем на расстоянии, но у нас полноценная семья. И ребенок ощущает, каждый вечер, приходя с садика, он мне говорит, папа, звоним папе. Он сам звонит папе, общается с ним. Мы даже по скайпу игры какие-то придумываем. Ну, такая ситуация у нас. Ничего в этом страшного нет. Я чувствую, что ребенок не чувствует себя каким-то обделенным или еще что-то. И папа, естественно, даже не так, что помогает ли вам папа. Как будто папа у нас, знаете, отделен от семьи. И как бы как он помогает? Он в семье, все, что мы имеем, все, как мы себя чувствуем, счастливые мы или несчастные, есть у нас деньги или нет у нас денег. Это общая наша, да, это семья. И, естественно, он непосредственно на все это дело влияет. И финансово, и морально. Мы в семье, все нормально. У нас нет такого, помогает ли вам папа. Как будто он какой-то чужой человек, мы там развелись, и он там, помогает он вам или нет. Даже как-то вопрос странно поставлен. Это все равно, что я приду в чью-то семью, да, вижу. Ну да, мы на расстоянии живем. Ну, опустим, да. Но у нас семья такая же, как если кто-то живет, да, в семье. Вот я прихожу к семью, такая говорю, а папа вам помогает? Ну, для меня это какие-то естественные моменты. Хотя, может, и в семье люди живут, а папа им не помогает. И бывает, женщины батрачат, и тянут, и детей своих тянут, и еще ребенка пятого там, да. У нас не так. У нас все хорошо, все гармонично. Я счастливая женщина. Дарья спрашивает. Ты говорила, что скорее в конце этого года планируешь забеременеть. А как же ремонт? Одно другому не мешает. Самые такие грязные работы, они будут закончены раньше. Таня спрашивает. Не хотели бы сделать свое шоу на ютубе? Конечно бы хотела, но организация такого шоу, вот я ни разу не организатор. Мне очень сложно организовать какие-то вещи. Я бы хотела там участвовать, например, как ведущий, да, и как это, типа, мое шоу. Но организация, если будут такие люди, которые все организуют, захотят как-то в этом участвовать, я, наверное, только за. Все делаю в организации и, естественно, в финансовых вложениях. Так как у меня ремонт сейчас и многие-многие моменты, куда деньги уходят, да, то как-то вот прямо сейчас свое шоу сделать хотелось бы. Ну, когда, не знаю. Селена, расскажи, пожалуйста, про лампу, которая у тебя на кухне была. Тяжелая такая. Это она у меня и есть. На кухне стоит солевая лампа. Что она делает, я точно не знаю. Как-то она там увлажняет что-то. Знаете, есть такие солевые комнаты. Что-то оно там распространяет хорошее. Вы просто можете зайти в интернет, набрать солевая лампа, свойства. И там все выльдаст вам. Следующий вопрос. Согласна ли ты с тем, что когда-то говорила о своих старых видео, хочу быть стервой, или твои взгляды на эту тему со временем изменились? Мои взгляды на эту тему совершенно не изменились. Я до сих пор не удаляю эти ролики, потому что подписываюсь под каждым словом. Я все равно считаю себя стервой. Но в плане... Ну, надо понимать именно, что я считаю себя стервой. То есть я не тот человек, который приносит страдания какие-то, разбивает конкретно сердца. Хотя в свое время мне даже очень нравилось этим заниматься. Но стервой просто называют даже женщину просто, которая в первую очередь думает о себе. которая в хорошем смысле эгоистка. Не та женщина, которая, понимаете, тряпкой ложится перед своим мужчиной. Он говорит, я хочу себе такую женщину, она раз такой становится. Он, я хочу, чтобы ты такой была, она раз такой становится. Нет. Я женщина и те женщины, которыми я называю стервами, это у которых есть внутренний стержень, которые точно знают, что они хотят. Которые точно знают, какой мужчина должен быть с ним рядом. И либо он таким становится, либо она находит другого. Ну, то есть все просто, да. Без вот этих всяких там мямки, тутямки. То есть для меня женщина это с таким стержнем, который хрен проломишь. Она непрогибаемая и непробиваемая. Но при этом она уже реализованная. То есть у нее не какие-то тупые там взгляды, да. Она не такая какая-то, вот так или никак, да. Не смотрит по сторонам. Нет. Достаточно с широким взглядом, с большим опытом, со сложившимися какими-то принципами, да. При этом достаточно гибкий человек, но не сгибаемый, да. То есть, ну, это такой баланс. И на самом деле к этому я сама долго шла. Для того, чтобы вот это все в семье своей и в себе, чтобы была эта уверенность. Но со стороны, если посмотреть на какие-то вещи, да, и поведение. Ну, вот так вот никто прям со стороны на нас не смотрит, да. Но я со стороны могу посмотреть, как я веду себя с мужем, да. Как мы общаемся, спорим там или еще что-то. То меня смело можно назвать стервой. И даже он меня называет ласково сучкой. И ему это нравится. Нравится, что я человек с характером. Что я не даю себе в обиду. Что на меня точно так же можно положиться. Потому что, например, я могу на своего мужа положиться полностью, да. Он может положиться на меня. Потому что ситуации бывают разные в жизни, да. И хорошо, когда рядом с тобой человек находится, который все-таки мудро и здраво рассудит вообще, как поступать в той или иной ситуации. Если вдруг вы не можете это решить как-то вместе, да. И прийти к какому-то консенсусу вместе. То ты можешь довериться своему партнеру. И, ну, как правило, это такие женщины, которые как бы понимают вообще, что происходит, чувствуют то, что нужно чувствовать, дают мужчине то, что нужно, поднимают его, вдохновляют его. И не дают поблажек, не дают расслабиться, держат мужчину в тонусе. При этом мужчина не должен чувствовать себя говном, да. Потому что есть такие женщины, рядом с которыми мужчины просто думают, я неудачник какой-то, да. Такого быть тоже не должно. Вот. Но при этом, если мужчина, что-то там у него, да, эмоции какие-то не получаются, или еще что-то, он ни в коем случае не должен позволять себе это все выплескивать на свою женщину, да. Где-то гнобить, самоутверждаться за счет женщины. Я на самом деле очень много историй всяких таких слышу. И просто вижу ситуацию насквозь в семье. И порой я понимаю, что тут даже не посоветуешь просто там сделай так или так. Нет, здесь нужно полностью менять взгляд изнутри. Вот, да, и это не дело ни одного дня, вот так, ни одного раза. Это такие привычки жесткие, глубокие, которые очень сложно на самом деле менять. Но я считаю, что женщина должна быть стервой. Были ли в детстве сильные ссоры с братом, или вы жили душа в душу? Слушайте, ну, у нас не было ссор таких, чтобы, знаете, мы там поссорились, не общались какое-то время. Нет, это у нас подростковые были ссоры, мы там кидались друг на друга с кулаками. Как бы серьезные повреждения там, зуб мне как-то выбил. Ну, не сам зуб, а эмаль там. Да, и как бы я с братом, со своим тоже, пока он был маленький, там, не сюсюкалась. То есть были у нас такие ссоры, мы и дрались. Но вот так, чтобы мы поссорились и не общались, вообще такого не было. То есть не было такого. Ну, просто подрались и все, и помирились там. Не было обиды какой-то. Я не помню, чтобы мы так ссорились. Ну, и, конечно же, как в любой семье, где есть двое детей, душа в душу, типа. Ну, при этом, знаете, мы могли ссориться, но при этом я, допустим, нам кто-нибудь дает там шоколадки, и вдруг я свой быстро съела, я говорю брату, дай мне кусочек, он даст, понимаете. И он всегда защитит меня. И если его вдруг кто-то обижает, даже если мы сейчас вот ссоримся непосредственно, и кто-то его обижает через пять минут, я не думаю о том, что мы поссорились, сам виноват, сам теперь справляйся. Нет, я всегда бежала и своего младшего брата защищала. Ну, это мы были маленькие еще. Не знаю, у нас любовь такая прям крепкая. Любовь, дружба всегда была. Но при этом, как бы, ну, ссоры и драки, это нормальное дело было. Давно не отвечала на этот вопрос. Наверное, Юля задает вопрос по поводу того, кто ты по профессии, какой университет или вуз ты заканчивала. Я закончила профессиональное училище на секретаре референта здесь, в Ростове, и поступила в институт Выгодского в Москве на клинического психолога. Отучилась два года и взяла академическую справку и ушла. Но я уже знала, что возвращаться туда не буду, потому что эта профессия не мое. Смотрит ли ваш муж ваше видео? Я имею в виду постоянно. Да, мой муж смотрит мои видео, и он в курсе вообще моего канала, роста канала. И даже бывает один из первых сообщает мне, что у меня там что-то со звуком не так, или что-то с картинкой не так, потому что он у меня перфекционист в этом смысле, все должно быть идеально. Если какой-то спад идет или это, он сам у меня связан отчасти с киберспортом. Поэтому все это дело ему интересно, и как бы он следит за этим делом. Когда будете устанавливать кухню? Кухню буду устанавливать еще не скоро относительно. Сначала нужно сделать всю электрику, потолки натянуть везде, какие-то такие моменты. Плюс кухня, я хочу хорошую кухню. Поэтому, как бы, пока все, не сразу все. Привет, задумывалась ли ты о том, чтобы когда-нибудь бросить работу блогера, заняться бизнесом или чем-то иным? Слушайте, 4,5 года я просто на одном дыхании вела свой канал. Ни разу такой мысли меня не посетила. Все просто идеально, прекрасно. Скоро уже будет 5 лет, в мае, 21 числа, как я активно занимаюсь своим каналом. И только за последнее время приходят такие мысли реально, что я устаю. Представляете, 4,5 года просто на энтузиазме, на вот этом всем. И тут я понимаю, что я устаю, что мне уже тяжело. Либо мне что-то хочется поменять, либо какие-то периоды такие, что я много на себя взваливаю. Но так, чтобы бросить блогерство, заниматься каким-то бизнесом, это точно нет. Нет, мне бы хотелось так же в этом блогерстве, но, наверное, может быть, что-то изменить. Или что-то, не знаю, что-то хотелось бы поменять, что пока что не знаю. И чувствую, что просто устаю. Вот такие моменты. Вопрос про мои виниры и люминиры. Что касается люминиров, все с ними хорошо и прекрасно. Они вообще там на пожизненно вроде бы поставлены были. Там срок службы 45 лет, что ли. Но пока все нормально, замечательно. Никакого особого ухода они не требуют. Композитные виниры, которые я делала не так давно в Москве, они имеют свойство, они чуть помягче материал, да. Они имеют свойство так же, как и пломбы. Пломбы тоже делают из композитного материала. Как бы немного стираются. Да, чуть-чуть они у меня подстерлись. Но не так, чтобы, знаете, идти сейчас там что-то доделывать, докладывать. Вот. Ну, может, через какое-то время. Пока что нет еще. У меня есть видео на канале. Я не помню, когда я уже, честно говоря, делала все это. Вы можете увидеть дату там, да. Я сразу после того, как сделала нижний виниры себе, композитный материал, я сразу сняла это видео. Можете посмотреть. Наберите виниры против люминир селена. Вот. Это видео вам высветится. Так, все хорошо, все замечательно. Губы я давно уже не подкалываю и не хочу подкалывать. Я бы даже, может, немного убрала, если бы это не было так больно. Но это болючая такая процедура, поэтому я не стремлюсь там вот и мучить себя. Мне, в принципе, нравятся мои губы. Но больше я не хочу. Последний раз я подкалывала, по-моему, не знаю, года два назад или полтора. Не помню точно. Следующий вопрос. Почему, когда ты едешь в Москву к мужу, живешь у подруги? Я не живу у подруги, я просто к ней заезжаю в гости. Ольга задает вопрос. Селена, хотела спросить, что такого уникального ты нашла в марафоне Блиновской? Мне не удается найти там ничего уникального. Задаю тебе этот вопрос, так как твое мнение интересно и ценно для меня. Что уникального я нашла в марафоне? Во-первых, сама Блиновская. Уникальный человек. Я таких людей чувствую просто на расстоянии. Ну, не так, чтобы на расстоянии. Мне достаточно немного пообщаться с человеком. Как она преподносит информацию? Что она говорит? Для того, чтобы понять, насколько человек этот глубокий, мудрый, добрый. Насколько она все делает от любви. Идет все это. И таких людей очень мало, на самом деле, в жизни. Если я таких встречаю, и если я просто... Вы же понимаете, что мы в людях видим то, что есть на самом деле в нас. Я вижу в ней... То есть я к тому, что не увидит человек в ней что-то уникального, если у него нет возможности внутри это увидеть. Понимаете? Но у меня есть возможность увидеть. У меня есть возможность увидеть, какая она нереальная женщина. Просто сама по себе. Все, что она говорит, все, что она делает, мне кажется, оно все несет какой-то глубокий смысл. А это марафон, который был специально придуман, специально сделан для того, чтобы повлиять на наши умы. Что-то перевернуть, что-то щелкнуть. Психология задействована там. Какие-то непосредственные методы, задания, проработка вот этих внутренних каких-то наших проблем, барьеров, которые начинают потихоньку-потихоньку, у кого есть отклик, открываться. И может быть, вам не хватает совершенно чуть-чуть для того, чтобы открылись врата рая, как говорится. И она в этом очень хорошо помогает. Я, как человек, который знаю, что нужно людям, что бы хорошо было бы сказать в этот или... У нее это очень хорошо все построено. То есть я вижу таких людей, хороших, глубоких, чистых. И я вижу, что она одна из таких людей. Просто я это увидела в то, как она говорит, что конкретно она говорит. Ей нет ни одной зацепки, чтобы я где-то там... Да ну, хотя у меня достаточно критический ум, и я всегда к марафонам, ко всему такому отношусь, знаете. Да ну, и сразу такая жду. Ну давай, что ты мне расскажешь? А тут как бы я всегда к этому подхожу. Это не так, что я такая прилетела, такая вау-вау, как хорошо. Нет, меня очень сложно удивить. Но если люди находят ко мне подход и стучат куда-то туда, где очень сложно достучаться, у меня появляется отклик, я понимаю, этот человек стоящий. Поэтому я с удовольствием рекомендую всегда ее всем, и своим знакомым, и близким. Как изменилась твоя жизнь после переезда? Что именно в тебе поменялось? Черты характера, привычки, образ жизни? Я не поняла, переезда в новую квартиру или переезда 5 лет назад из Москвы в Ростов? Или с Ростова в Москву, когда я 10 лет жила? Не пойму, после какого переезда. Собираетесь ли вы с сыночком в этом году на море? Если да, то куда? Вообще не думала об этом, поэтому не могу сказать. Вы как-то говорили, что планируете переехать в Европу. Какой город вас больше всего манит? Слушайте, никакой не манит, честно. А после этой ситуации вообще с коронавирусом вообще никуда не манит. Не знаю, в Испанию. Ну, как-то вот сейчас у меня все, знаете, отходит и отходит от момента. Еще квартира появилась, и как-то здесь хочется дома находиться. Это же я почему в Европе жить хотела? Боже, у меня квартиры не было своей, да? Как этот Пенчкин. Теперь у меня есть свои квартиры, я никуда не хочу ехать. Ну, не знаю, как бы. Я подотпустила эту ситуацию немножко. Тем более, все равно у меня внутри где-то сидело, что есть такое ощущение, знаете, хорошо там, где нас нет. И вот, кажется, где-то в Европе, вот там вот хорошо. Мне бы хотелось просто иметь возможность путешествовать и уехать туда, куда я хочу, настолько, насколько я хочу. Вот, вот так. Елена задает вопрос, были ли у тебя отношения на расстоянии до мужа, как было первое время. Сложно. У меня были одни отношения на расстоянии, очень короткое время, но ситуация там была очень сложная, так как даже находившись с человеком рядом, непосредственно, даже живя с ним вместе рядом, потому что мы сначала жили вместе, а потом какое-то время у нас было на расстоянии, там, месяца два, наверное, мы продержались. Дело в том, что с этим человеком я даже рядом чувствовала, его очень далеко. То есть я не чувствовала человека близко, да, он был далеко, он не давал совершенно мне той заботы и всего того, что должен давать мужчина. То есть ты с ним рядом стоишь, но ты чувствуешь, какой он далекий. Ты с ним общаешься изо дня в день, строишь отношения, вроде бы как чувства есть, да, но человек очень-очень далекий. И это, конечно, убивало и угнетало. И если в такой ситуации ты находишься еще и на расстоянии, то совершенно нет доверия к человеку, от того, как он себя ведет, как он говорит. Это было сложно. И я тогда думала, что отношения на расстоянии, ну, это вообще что-то нереальное. А когда я встретила, например, своего мужа, и у нас отношения начались с того, что они на расстоянии, то я вам скажу, я поняла, что очень многое зависит просто от мужчины, который рядом с тобой находится. Я уже говорила об этом и повторюсь, что все отношения, которые у меня были до моего мужа, только его я чувствую настолько своим и настолько близко, что со мной есть мужчина. Я впервые чувствую себя за мужем, как за каменной стеной. Я чувствую, что у меня есть мужчина, который может взять все мои заботы и что-то с ним сделать, решить. И я ему доверяю, более того. То есть я впервые встречаюсь с мужчиной, которого считаю умнее себя, добрее себя, разумнее себя, умнее, да, сказала? Умнее два раза, потому что он в два раза умнее меня, да? Вот. И человек очень чувственный, и, ну, то есть я могу говорить о его качествах очень много, и вот только сейчас, когда ты рядом с человеком чувствуешь, да, вот он на расстоянии, а я чувствую себя полноценно. У меня нет, вот вы задаете тысячи вопросов, да, я тут листаю, как бы, эти вопросы про мужа, оставляю. Вы задаете тысячи вопросов, но у меня даже не возникает, у меня нет проблем с интимом, у меня нет проблем с заботой, у меня нет проблем с ревностью, нет проблем с будущим, уверена, не уверена, как там, что, да? У нас полноценная семья, единственное, что вот я его вот за руку не держу, и все, понимаете? Но я с ним 24 на 7 на связи, ребенок тоже с ним на связи, да и не приходит в садик, а и говорит, папе звоним, он звонит по видео, они проводят вместе время, играются, даже игры какие-то придумали по скайпу, да, то есть я абсолютно, абсолютно не чувствую какой-то неполноценности, поэтому я абсолютно спокойная, и всякие нападки с каких-то сторон, да, и какие-то вопросы такие немножечко с подковырочкой, да, я просто даже не реагирую, потому что всем бы чувствовать себя так, как я чувствую себя со своим мужчиной, и кто-то говорит, а как же, вот рядом не лежит, а как же, вот рядом нет, для меня это, честно говоря, такая мелочь, реально такая мелочь, в этом совершенно нет проблемы, и вы меня поймете только тогда, когда рядом с вами окажется мужчина, которому вы будете настолько доверять, что будете отпускать его куда угодно, да, у вас будет полная гармония и идиллия, вот что значит взаимопонимание, вот что значит доверие, И это, знаете, не рождается, может быть Оно, может быть, и приходит как-то, знаете, само собой Вот люди приходят как-то, да, и вот они доверяют друг друга Бывает так, да, а бывает так, что люди встречаются Они настолько друг друга любят, что они боятся потерять друг друга И каждый ведет себя настолько аккуратно с другим И они друг друга чувствуют, что они не хотят друг друга потерять Что здесь человек не пойдет и не будет провоцировать тебя в каких-то вещах Здесь он не будет тебе что-то недоговаривать Здесь у тебя не возникнет вопроса, что это за девушка Или кто тебе пишет, или кто звонит, а где ты был, до скольки То есть настолько все открыто, ясно и понятно Что не возникает никаких вопросов, никаких ссор на этой почве Никакого недоверия, никакого сомнения Никаких вопросов, а что будет дальше, или что было Я не знаю, это может понять честно только люди, у которых так же У кого нет так же, у кого какие-то проблемы, недоверия, непонятные мужчины рядом У них будет тысяча и один вопрос ко мне А как вот так, а как вот здесь, а как вот то Поэтому, что здесь объяснять, все равно не поймете Я не понимала сама это до этого Если бы мне кто-то сказал отношения на расстоянии, я бы сказала Давайте смеетесь, не бывает отношений на расстоянии А вот мне показали обратно, и теперь я по-обратному считаю До этого я тоже считала, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной После того, как у меня появился друг, и я знаю, что такое дружить На чем может основываться дружба и так далее Я могу сказать, есть, но редко И то же самое про отношения могу сказать, девочки Отношения на расстоянии могут быть Но это какие-то исключения У нас реально исключительные отношения Даже у моих знакомых, у многих, да, далеко не так И я поверю в это То есть не думайте, что я такая думаю О, отношения все Нет, это зависит от двух людей Вот мы так сошлись в тех условиях И мы такие люди, что нам это гармонично И нас все устраивает Мы счастливы в том, что имеем Но далеко не у каждого это может быть И далеко это может быть вообще там Один процент из ста Понимаете, такое И также женская, и также дружба между мужчиной и женщиной Это тоже может быть один процент из ста Но он имеет место быть Это существует Но редко В основном, если какая-то дружба возникает Тут, да, тысяча вопросов Нужно сначала решить, понять На чем основано Та-та-та Понимаете И то же самое про расстояние тоже Я понимаю ваше недоверие, да И все-все-все, что вы лезете, спрашиваете Потому что вы не верите, не доверяете И это ваше право Действительно Потому что в основном это так А тут я такая говорю Я счастлива, все прекрасно И вы как бы не верите Это понятно Но тут как бы просто я говорю Реально бывает Просто бывает Сама такая же была Бывает и дружба Потому что я дружу с мужчиной с одним И бывает любовь такая на расстоянии Такая прекрасная Пять лет вместе Душа в душу Все гармонично И счастье Бывает Это маленький процент Он бывает И я та счастливица Которая им обладает По поводу еще блогерства Вот спрашивают И когда планируете открывать школу Сколько будет стоить Это будет отдельный канал Или обучать за деньги Девочки Это специальная платформа Где продаются онлайн курсы И там будет на этом специальном сайте Мой онлайн курс Это то, что я сейчас планирую Да Там будут уроки Они будут открываться Какие-то будут задания Или не будут Разные пакеты Все это я посмотрю Цены еще не знаю Я посмотрю объем работы Которые я проделаю Поставлю очень доступную цену Вот И В общем есть идеи Для поддержания Блогеров Без поддержки С поддержкой Разные цены В общем Я все озвучу обязательно Ирина пишет Откуда взять силы Все тащить на себе Я бы наверное не смогла Но Вы не знаете Я например Не тащу все на себе Но если бы тащила Я бы смогла Я сильная женщина И Я как Паровоз Танк Меня ничего не остановит Но Кто не может Тот Находится там Где он находится Если его устраивает Хорошо Не устраивает Ну Надо брать себя в руки И Тащить тогда все Знаете Вопрос еще такой Тащить Как бы Ведь это Как поставлен вопрос Да Может быть человек Совершенно и не чувствует Что он что-то тащит Он живет и живет Наслаждается Работает Тут Тут Там Делает Суетится И вообще Когда ничего не делаю Сижу просто Да Там я болею У меня крыша едет Что я ничего не делаю Разные люди А для кого-то А кто-то любит Все время ногу за ногу Лежать Ничего не делать И для него Видят как кто-то работает Как ты все тащишь Вообще Одна Или там Не одна Или как вы вдвоем Там все тащите Или втроем Да Бамбук Куря Да Ногу за ногу Я так не смогла бы Все от желания У каждого Свои желания И тащить им приходится Разные Следующий вопрос От Ники Самый счастливый За исключением Рождения ребенка Это и так понятно И самый грустный день В жизни Ну или события Самый счастливый Слушайте Ну Самый счастливый Самый счастливый Вот Самый счастливый Сложно назвать У меня Много Даже вот Сейчас там Первый сразу Вы мне сказали У меня сразу Первый там Я помню Яркие моменты Счастья Да Это когда я Первую машину Мне подарили Когда я мечтала Об этом И я мечтала Чтобы мне ее подарили И мне ее подарили Понимаете Мечты сбываются Было счастье Я не могла поверить Что так просто Могут мечты сбываться Да Просто ты пожелала И как-то все это Себе притянула Первая встреча С С буддизмом Именно тогда Когда я поняла Что Это мой взгляд Это мой учитель Все перевернулось Жизнь поменялась На до и после Реально Ты как бы Сначала Ты как бы Как будто такая Вот Живешь вот такая Знаете Такая Непонятная И тут раз Ты как бы Как будто Нашла свое место Что ли Да Это один момент Второй момент Мне очень много Помогал мой друг Именно Становить Мой ум Чтобы он стал четкий Понятный Ясный Чтобы больше ясности Было в голове Да И я всегда была Рядом с этим человеком Питала 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 Я помню За дня в день Любая проблема Которая становится То есть Ты красной нитью Ты идешь Идешь к тому Чтобы какая-то Стабильность была Внутри Ясность Понимание Счастье Да Какая-то Ну стабильность Потому что Ты все время Как пакет на ветру Блин Куда тебя понесет И ты такая вся И ты страдаешь Плачешь Не поймешь Из-за чего Все происходит Такое Да И в какой-то момент Обстоятельства Сложились так Что С этим человеком Ну как бы Мы все На расстоянии Стали общаться Как бы И Я почувствовала Себя самостоятельной Вот я помню Даже тот день Я почувствовала Что я не нуждаюсь В том Чтобы бежать К кому-то И спрашивать совета Я знаю Внутри меня Ой Сейчас расплачусь Да почему Я все время снимаю Эти вопросы Ответы Я все равно Какой-то вопрос Затрону Не хотя И начинаю Расплакиваться Потому что На самом деле Это действительно Очень такие Моменты Яркие В моей жизни Я просто счастлива Что все это было В моей жизни И сделало меня Такой Какая я есть И вот тот момент Когда тебе Да реально Не нужно никуда бежать Ведь раньше Там любая ситуация Там что-то с квартирой Там Риэлторы Что-то там Какая-то некрасивая ситуация И я пытаюсь В этой ситуации Быть Не жесткой И поступить правильно Разумно Понимаете Но я не знаю как Здесь пытаются Меня обмануть С одной стороны Да А я вот У меня такая ситуация И как сделать Мне нужен был взгляд Со стороны Я всегда бежала По любому поводу Каждый день Девочки По несколько раз в день Я бежала к своему другу Потому что я видела в нем Всю эту мудрость Все эти знания Стабильность Счастье И мне хотелось Так же Чтобы у меня было И я бежала к нему И говорила А вот скажи свое мнение Скажи свое мнение Оно мне важно И он не просто говорил свое мнение Он помогал Внутри Мне Самой себе Задавать правильные вопросы Он еще очень хорошим психологом был Вот И в какой-то момент То есть Я не знаю Ну долго 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 Десять лет я в Москве Жила Да Плюс там Где-то семь лет Семь лет Вот Я находилась С этим человеком Рядом Всегда И всегда спрашивала его совета И постоянно Я к чему-то вроде приходила И все одно и то же Все одно и то же И только в один момент Я вам говорю Да Когда условия сошлись Что мы разъехались Мы в квартире в одной жили С друзьями в Москве Я жила в квартире Ну периодически То я уезжала куда-то То приезжала Но как-то была такая Одна квартира Где все время Был мой дом родной Называется Да Где были мои друзья Которые всегда Меня рады были видеть Всегда мне помогали В сложных ситуациях Вот И соответственно Мы всегда были на телефоне Даже когда мы не жили вместе Ну вот какая-то такая квартира Была у нас в Москве И настал какой-то момент Такой Когда эта квартира Разъехалась вся Перестала эта квартира Существовать И вот как-то С того момента Я стала опираться Сама на себя Это великое счастье На самом деле Когда тебе не нужно Куда-то бежать Когда ты точно знаешь Что нужно делать В той или иной ситуации И у тебя есть уверенность Что ты делаешь Именно правильно Да Это очень круто И это яркое событие В моей жизни Ну рождение ребенка Оно естественно Связано со встречей Любимого Да То есть больше наверное А опять же С моим любимым Да То есть это не так Что там встретилась Сразу что-то поняла Нет У нас Ну влюбленность Естественно у меня Возникла сразу Но со временем Со временем И вот когда я поняла Что я хочу от него Ребенка Что я хочу Чтобы именно он Был отец моих детей Да Именно такой человек Чтобы был со мной рядом Это тоже было яркое событие Потому что я ему В этом призналась Да И он был счастлив Что у меня так Потому что у нас взаимно Все это было Это все вот яркие события В моей жизни Так А самые грустные Такие дни Ну мне кажется Что это тоже психологически Как-то на меня повлияли Это Самое грустное Это Вот с моим первым мужем Связано например Да Потому что Я была тогда Совсем еще маленькой И совершенно не ожидала Каких-то вещей Которые могут делать Как бы твои вторые половинки Да Вот то есть Ты живешь с человеком И что он тебе может предать Да Что он может украсть у тебя деньги Например Да Или что он может За твоей спиной Что-то делать Проводить какие-то махинации Обманывать тебя Для меня это вообще Ну то есть Тогда я охренела Что такое вообще возможно И что делать Ну я была ребенком совсем 18-19 лет Это жестко конечно Я думаю Что оно психологически Очень сильно на меня повлияло Тогда Да Ну вот Один из таких грустных дней Когда я начала раскрывать глаза Мне кажется Именно тогда Я начала раскрывать глаза Ну а после этого Как-то уже Мне кажется Особо грустных Даже я и не вспомню Так дней Счастливых Больше моментов Очень грустных Какая сумма денег Вам нужна для комфорта В жизни В месяц И смогли бы прожить На самый минимум Ну примерно 15 тысяч рублей Слушайте Для комфортно Ну миллион бы мне в месяц Ну более-менее комфортно Хотя я хочу больше А 15 тысяч рублей Девочки Да когда приспичат Мы и на 5 тысяч рублей С вами сможем прожить Вон эти Пенсионеры Живут Сколько у них там Пенсия Копейки Живут же как-то И мы сможем При желании Что для тебя Приоритет в отношениях Что для тебя Приоритет в отношениях Вообще сложно сказать Очень много вещей Приоритет в отношениях Нет что-то такого Одного Самого главного А все остальное Как бы закрываешь глаза Для меня Какие-то Ну приоритет в отношениях Это взаимопонимание Да Там любовь К друг другу Забота Рост какой-то Совместный Взгляды на будущее Совместные Ну то есть Все Везде Должна быть норма Определенная Да То есть Какого-то одного Приоритета нет Чтобы я вот так вот сказала Это приоритетно А все остальное Не так важно Все важно Это комплекс Отношения Это комплекс всего Должна быть гармония Все мои хорошие В общем я ответила На самые такие вопросы Которые я считаю Нужным ответить Очень много вопросов Про мужа Вопросы с подковырками Разными Но Мне кажется Тут достаточно Только одного Да Ну если человек Ко мне хорошо относится И по каким-то причинам Он меня смотрит Я ему нравлюсь И где-то он там доверяет Мне Моему мнению То я думаю Достаточно таким людям Будет то что Я счастливый человек Я счастливая женщина И у меня все Только растет вокруг Понимаете А это благодаря Только мужчине Может быть рядом Понимаете Когда женщина Может сказать Я счастливая Конечно я могу вас обманывать И вы можете думать Что я обманываю Такое тоже может быть Да Но Зачем бы мне Это нужно было бы Может быть Чтобы вы меня не жалели Типа того Ну короче Ну на самом деле Я счастливый человек Правда И меня все устраивает Я Ну за многие Просто видео Уже наверное Люди Которые более-менее Разбираются В людях Да Могут понять Вообще Что я за человек Что Как со мной пройдет А как со мной не пройдет Да Какой вообще Может быть со мной Рядом мужчина Как я реагирую На те или иные вещи Я достаточно жесткий человек Жесткий Упертый Принципиальный Вот И Чтобы меня сломить Поменять мое мнение Какое-то От ремонта Начались Как раз под конец Да Надо очень постараться Надо быть очень реально Умным Мудрым человеком И Простой человек Со мной не будет Просто обычный Простой человек Недалекий Со мной быть просто Не сможет И я с таким Быть не хочу Поэтому Меня окружают Лучшие люди Вообще В мире С которыми Я когда-то сталкивалась И у меня Самый лучший мужчина В мире Вот Поэтому Я счастлива Я думаю Это достаточно Все остальное Абсолютно не нужно Она только будет Развивать какие-то Еще больше Каких-то мнений Солухов Догадок И так далее Мне кажется Это абсолютно не нужно Все, мои хорошие Я вас люблю Целую Прощаюсь до следующего видео Смотрите мои ролики Впереди много интересного Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok